Инвалидов оставили без земли. Общество. Олег Смолин. Класс. Равно. Галери Матлевю. Равно. Трю айтем проп. Равно. Имидж. Олег Смолин. 15 октября 3. Инвалидов оставили без земли. Надо ли кому-то объяснять, в какой нужде живут наши инвалиды? Маленькие пенсии, потребность в лечении, которая стала платным, неподъемные счеты за коммуналку, почти нулевая возможность найти работу. А сколько их, людей с ограниченными возможностями, ютиться в стесненных, а то и непригодных для жизни условиях? Государство им давно ничего не обещает, кроме как встать в очередь на социальное жилье, а в ней можно простоять всю жизнь. По словам Галины Хованской, справа Россия, в этой очереди 7 миллионов человек, она не движется, а если и уменьшается, то по причине смерти кого-то из очередников. Но куда исчезло право инвалидов на бесплатный клочок земли, где можно было бы совместно с семьей и родственниками сад-огород посадить, да и скромное жилье построить? Многократно с этим вопросом обращались инвалиды к властям, юристам, к депутатам. Откликнулся и разобрался в ситуации Олег Смолин, ППРФ. Он предложил Госдуме принять подготовленные им совместно с коллегами по компартии законопроекты, уточняющие социальные гарантии для инвалидов и поправки в земельный кодекс о праве инвалидов и их семей на первоочередное получение в собственность или в аренду земельных участков. Олег Николаевич помнит, что такая норма была в первоначальной редакции закона о социальной защите инвалидов в РФ. Он принимался еще при Ельцине, который очень противился земельной статье. Пришлось преодолевать двойное вето Бориса Ельцина, вспоминает Смолин. А потом депутат неожиданно для себя выяснил, что норма о земле была кем-то подкорректирована привязкой к нуждаемости инвалидов в улучшении жилищных условий. Новая строка в законе стала оправданием для властей отказывать в земле людям с инвалидностью, которые все в одночасье стали хорошо обеспеченными жильем и не нуждающимися в земле. Хотя все далеко не так. В стране многие инвалиды живут и в коммуналках, и в общежитиях, и в квартирах без удобств. Когда-то, отмечал Смолин, в жилищном кодексе было написано, что человек с инвалидностью должен получать жилье в первоочередном порядке. Теперь и этой нормы не стало. С инвалидами давно уже решено не церемониться. Они, согласно трактовке А. Кудрина, не бедные люди, они получают пенсию, если ее размер у кого-то не дотягивает до прожиточного минимума 11 185 рублей, то им доплачивается недостающая сумма. И тогда они богачи. Никто, конечно, не спрашивает, можно ли прожить на этот минимум. По данным Федерации независимых профсоюзов России, сумма, на которую можно более-менее прожить, это 39 тысяч рублей. Но справедливых пенсий нашим гражданам не дождаться. Этого нет даже в перспективных планах правительства, уточняет О. Смолин. Единственный шанс хоть немного помочь инвалидам это восстановление их права на получение земельных участков, для чего депутат предложил оторвать это право от нуждаемостей инвалидов в улучшении жилищных условий. Это и сделано в предложенных Смолином законопроектах. Олег Николаевич восстановил прежнюю норму, устранив искажение, которое, наверняка, появилось в начале нулевых. Тогда Единая Россия принимала 122-й закон о монетизации натуральных льгот, отменяя социальные гарантии для наших граждан. А закон о праве инвалидов на земельные участки появился ранее, в конце 90-х, в Госдуме второго созыва, где было сильно влияние КПРФ и Народно-патриотических сил. Только в том созыве удавалось преодолевать вето президента на законы, отвечающие интересам народа. После монополизации Нижней Палаты единороссами президентская вето ни разу не преодолевалась. Ядро починило парламент исполнительной власти. Законопроекты Смолина, принятие которых с нетерпением ждали инвалиды, получили отрицательный отзыв правительства. Там пристально следят, чтобы никакие социальные отдушины не просочились в народные массы. Под этот отзыв единороссы выстроили весь ход обсуждения смолинских инициатив, заготовив формальные аргументы против. Самое циничное в задуманном ядро сценарию стало то, что роль оппонента законопроектов была поручена их единопартийцу Михаилу Терентьеву, инвалиду-колясочнику. Когда-то в юношеском возрасте он неудачно приземлился после прыжка с трамплина, получил тяжелую травму. Сегодня Терентьев, титулованный депутат, работает уже в третьем созыве Госдумы, председатель Всероссийского общества инвалидов, член Совета спортсменов Международного паралимпийского комитета, паралимпийский чемпион, лауреат государственной премии РЭУ за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности. И этот правозащитник стал отвергать возможность восстановления права инвалидов на получение бесплатного кусочка земли. По мнению Терентьева, принятие законопроектов Смолина может отрицательно сказаться на жизни многодетных семей, а также может инвалидов лишить гаражей или парковочных мест вблизи места жительства. Каким образом? Каким-то. Высказанные Терентьевым доводы были сродни известной фразе «highly likely» английский. «Highly likely» весьма вероятно, от Терезы Мэй, насмешившей весь мир. Подобными приемами активно пользуется Единая Россия, когда надо хоть что-то придумать, чтобы оправдать свой отказ поддержать ценную инициативу. Смолин ответил единороссу анекдотом. Приходит инвалид к государственному чиновнику и говорит. «Скажите, я право имею?» «Да, конечно». «Значит, я могу?» «С чего ты взял?» «Ну я же имею право». «Да, конечно». «И так до бесконечности». «Не пора ли нам подобных ситуаций избегать?» Результаты голосования были предсказуемыми. За 87 КПРФ, частично из прав России и ЛДПР, против ни одного, Единая Россия дружно не голосовала. В очередной раз эта партия целенаправленно выполняет политический заказ на антисоциальное законотворчество, на лишение народа прав и возможностей жить по-человечески. Галина Платова